Налогообложение дивидендов, проведение проверок и выписка электронных счет-фактур. Сегодня в Доме Дружбы состоялась встреча представителей Департамента государственных доходов с предпринимателями региона. Обсуждали изменения, которые были внесены в таможенное и налоговое законодательство в этом году. Подробности в репортаже. Эта встреча была посвящена важнейшим изменениям в налоговом кодексе. С этого года действуют новые условия специальных налоговых режимов. Изменилось налогообложение дивидендов и повышены ставки платы за цифровой майнинг. В общем, это с десяток различных направлений, которые затронули законодательные новшества. Мы расскажем о тех нормах нового закона о восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан, который вступит уже в силу в марте текущего года, а также осветим ряд особенностей. Второго этапа декларирования, всеобщего декларирования, которое идет в Казахстане. Новый закон о восстановлении платежеспособности и банкротстве физических лиц позволит улучшить положение граждан страны. Подавать заявление на списание долгов можем уже с 3 марта. Если не менее 1600 МРП, то обращаться стоит в госкорпорацию правительства для граждан. Если же долги превышают 5,5 миллиона тенге, то писать заявление стоит в судебные органы. Этот закон поможет физическим лицам восстановить свою финансовую стабильность. Единственное, что, конечно, хотелось бы обратиться также к физическим лицам, которые будут подавать заявление на банкротство, чтобы они не играли с законом. Почему? Потому что сейчас участились случаи, когда к работодателю приходит такой работник и говорит, ты мне с января месяца не перечисляй пенсионные взносы, я буду подавать заявление на банкротство. То есть это не совсем честно по отношению к себе и совсем не честно по отношению к государству. Предприниматели на встрече интересовались новшествами по выписке сопроводительных накладных на товары. Этот документ является основой для выставления электронной счет-фактуры и выписывается в электронном виде. Однако с 1 апреля значительно сокращается список, кто должен это делать. Обязательства остаются только для импорта, экспорта, а также для товаров прослеживания, которые относятся к виртуальному складу и другие. Преимущества нового законодательства существуют в плане именно изменения налогового кодекса. У нас много изменений на текущий момент, особенно, допустим, по СНТ. СНТ довольно остро интересует наш бизнес, потому что тяжело выписывать, тяжело искать источники происхождения. В этом плане особенно нас подводит мелкий бизнес, который не ведет бухгалтерский учет и почему-то не хочет вести в том числе налоговый учет. Встреча была насыщена вопросами и выступлениями спикеров. Говорили о введении единого платежа, который упростит исполнение налоговых обязательств и снизит налоговую нагрузку. Затронули и новшество по проведению проверок по особому порядку, а также администрирование НДС. Фискалы уверены, что совершенствование законодательной базы позволит налогоплательщикам проще исполнять свои обязательства.